доброго времени суток в этом видео мы рассмотрим следующий рецепт улучшения самогона короче мы будем делать самогона чуть ли не коньяк очень хороший рецепт советую взять на вооружение что нам понадобится понадобится вот 3 литровая банка самогона 45 градусного специально поставил здесь спиртометр 45 градусов больше не надо меньше тоже понадобится нам также 5 горошин черного перца 3 листочка лаврового листа вот чуть-чуть буквально ваниля 1 чайная ложка капучино можно любого взять половину чайной ложки соды 2 столовых ложки сахара и 1 чайная ложка листового хорошего чая что мы делаем мы вот эту нашу жидкость выливаем в какую-то посуду для того чтобы мы ее могли нагреть и закипятить наливаем вот у нас жидкость вылита и вот такой медленный огонь мы ставим и первое что мы делаем это досыпаем перец черный бросаем и лавровый лист вот и похода она начинает греться нам примерно через минут пять мы будем бросать чай и сахар ждем пять минут вот уже прошло пять минут и мы вот добавляем наш чай и добавляем две столовых ложки сахара можно помешать конечно главное условие нашего дела вот это не допустить закипания нашего продукта мы должны довести его до кипения и все сразу выключаем ни в коем случае нельзя чтобы он закипел по ходу действия мы добавляем сюда капучино любой можно растворимый кофе взять что у кого есть наличие но капучино лучше пол чайной ложки соды и вот чуть-чуть так как видно ванили вот как видно что у нас здесь получается упала вниз сейчас мы ее будем доставать вот мы уже ложку достал видите чем дальше он все набирает вот такую и более темный становится и когда он уже ну чуть-чуть останется времени до того как он закипит он уже будет иметь совсем другой цвет и и так дальше ну я не буду этого ну как видно вот смотрите видите там все это дело плавает сейчас мы сделаем паузу и я уже покажу конечный результат как он будет уже вот самом на самом финише и и вот уже приходит момент завершение как видно пошло испарение и вот сейчас еще буквально минутка и в процессе надо его мешать ну я его мешал перед этим еще нельзя допустить за чтобы он кипел вот мы ждем этот момент пока запах уже такой очень хороший идет поверьте мне этот рецепт если вы вот после остывания разлеете в фирменные конечные бутылки никто даже и не поверит что это был не натуральный коньяк попробуйте рецепт бомбовый немножко надо с ним повозиться но он того стоит все видите начали идти уже бульбашки выключаем накрываем крышкой и ждем до полного остывания все тогда разливаем или в бутылки или где-то в отдельную емкость все всем приятного аппетита подписывайтесь на мой канал пишите свои комментарии может у кого-то есть свои рецепты давайте будем менять